Здравствуйте, дорогие читатели. Перед вами четвертая часть самой лучшей аркадной гонки на свете. Зовут ее Burnout. Игра, конечно, известная всем. Это уже четвертая часть, как я уже сказал. Она не такая революционная, как третья, но новинок хватает по то, чтобы носить имя Burnout Revenge и считаться четвертой частью, а не какой-нибудь там три с половиной. Главные, наверное, новинки. Их всего две. Основных таких это первая совершенно новая трасса и появившийся миллион всяких развивок и шеркатов на них же. Одну из них, кстати, вот сейчас видели, но это была совсем маленькая развивочка. Вообще здесь есть очень большие ответвления, ведущие там какие-нибудь вот выводящиеся шоссе на проселочную дорогу, выводящие там, знаете, крыши домов, там стройки. В общем-то, всяких срезок таких много. И они очень сильно меняют игровой процесс, потому что раньше мы больше ехали фактически по какому-то киннелю, да, так как это, тем более, верно отзаворачивали об стены. Теперь вот трасса ветвится, причем, чаще всего, в середине между этими, там, вот, у меня развился такой-нибудь огромный столб. И если вовремя не принять решение ехать туда вправо или влево, то так и останешься в нем стоять. Но при этом игровой процесс, все-таки, довольно сильно отрастился. Ну, хоть и скорость, вы тут видите, остались совершенно сумасшедшими просто. Причем воспоминание развивок, наверное, правда, теряешься куда ехать. Но игра стала все-таки легче, потому что можно сбивать идущий с вами по одной стороне трафик. Кстати, вот, сразу же начали показывать игровой режим Crash, то немного расскажу о нем. В Crash не так много изменений, пропали бонусы, висящие на трафе, и появилась, как называемый, Target Car, машина, которая, если заставить попасть в аварию, получит очень много дел из-за этого. Больше новинок там особенно нет. Вернемся к основным игровым режиму. Почему все-таки игра упростилась? Это потому, что теперь можно сбивать идущий с вами по одной полосе трафик. Сбивать можно, правда, не весь, только небольшие машины. Нельзя сбивать автобусы и грузить, например, минимальное количество на дороге. То, в общем-то, можно спокойно ехать, просто грузаясь во все машины, идущие с вами по полосе. И при этом, что самое забавное, мало то, что их можно сбивать, за них еще дают дополнительные очки, за них дают прирост к линейке Burnout, и ими можно попадать к соперникам. Что тоже совсем интересно. Получается некий такой бильярд к трафику. Кстати, вот один из новых игрок-режимов называется Traffic Check. Вот он призван показать нам всю прелесть новой системы сбивания этого самого трафика. Единственная цель, которую здесь мы преследуем, это не сбивать как можно больше этих машин, и получать за это очки. Вот. Кстати, все видео, которое мы наблюдали до этого, было с консоли Xbox. Теперь перед вами версия для PlayStation 2. Как видите, выглядит она немного беднее, текстурки похуже, отражение на машинках похуже, но при этом все равно игра остается очень красивой. Наверное, самая красивая гонка на PlayStation 2. Скорости просто безумные, вот особенно сейчас. Да, это не ускоренная запись. Это, по правде, такие скорости в Burnout. Так что игра хороша. Она стала легче, она стала ближе народу, она стала динамичнее, трассы стали намного интереснее. Вообще, графически она стала еще лучше. Кстати, вот, видели, да, это Crash Breaker, который теперь можно использовать во время гонок. Правда, только специально для этого предназначена. В правилах определено, что можно использовать Crash Breaker во время гонки. Вот, ну, в общем, игра хороша, очень хороша. Настоящий алмаз такой отполированный. Поэтому все владельцы Xbox и PlayStation 2 просто обязаны иметь его в своей коллекции. Субтитры создавал DimaTorzok